11 сентября в 1913 году по инициативе служителей Православной Церкви был проведен Первый Российский День Трезвости. В марте 1914 года Святейший Синод принял решение о ежегодном праздновании Всероссийского Дня Трезвости. Дата была выбрана в честь православного праздника усекновения главы святого пророка Иоанна Предтечи, во время которого следует соблюдать строгий пост. В России в эти дни закрывались все винные лавки и прекращалась продажа алкогольных напитков. В православных храмах читались воззвания о важности и значимости трезвого образа жизни, а затем проводился молебен Иоанну Крестителю. Каждый желающий мог дать обет трезвости, который благословлялся священникам. Вопрос о том, сможет ли человечество навсегда отказаться от алкоголя, мы задали жителям нашего города. Просто не употреблять. А вы думаете, так получится? Я считаю, что да. Оно должно отказаться, чтобы выжить. Нет, наверное. Почему? Ну, это как наркотик, все подсели и все. Может. Каким способом? Просто перестать пить без алкоголя, тоже весело. Может, почему бы и нет. Как? Просто не пить. Ну, это, мне кажется, не всем подойдет. Значит, запрет надо какие-то, санкции, штрафы вводить. Нет. Почему? Жесть будет скучной. Как вы относитесь к алкоголю? Представительно. А вы как считаете, может ли человечество навсегда от него отказаться? Вы знаете, наверное, это индивидуально. Каждый человек считает сам. Может он или не может отказаться от алкоголя. Я думаю, что сила воли и желания. Нет. А почему? Ну, не может, потому что, как говорится, двиноверит, это зависит на вине. Когда у человека есть что-то более интересное, чем алкоголь. Ведь алкоголь – это что? Это когда человеку нечем заняться. Человечество? Да, вряд ли. А вы сами можете? Я? Да я не пью, только по празднику. Я вот уже 8 лет не пью. Наверное, может. А какой разлагает общество? От него нужно отказаться? Мне кажется, нет. Почему так кажется? Ну, потому что мы от него зависимы. Вы зависимы от него? Да.